Привет друзья, с вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Аналитик Мин Чи Кво выразил пессимистическое мнение о шансах виртуальной реальности стать мейнстримным продуктом на основе отчёта, в котором указал на снижение планов производства PSVR 2 компании Sony на 20%, низкие поставки гарнитур Quest Pro, всего 300 тысяч за всё время, и поставки Pico, которые оказались на 40% ниже, чем ожидалось. Аналитик считает, что нет достаточных оснований верить в то, что AR-VR гарнитуры станут популярными продуктами в ближайшем будущем, и единственная надежда – анонс гарнитуры Apple, который может убедить инвесторов в перспективе таких устройств. Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что с очень большой вероятностью Apple представит свою AR-VR гарнитуру Apple Reality Pro стоимостью 3000 долларов на выставке WWDC 5 июня вместе с другими устройствами Apple. Гурман отметил, что компания решила сохранить видеоформат презентации даже для офлайн-мероприятий, чтобы избежать случайных проблем, ссылаясь на опыт Стива Джобса, которому приходилось нажимать кнопки на презентации первого айфона в определённом порядке, чтобы избежать зависания устройства. Ранее аналитик Мин Чи Куо также упомянул о возможном переносе производства гарнитуры, что может повлечь за собой изменение даты её анонса. Джон Кармак, бывший сотрудник компании Adisa Square и эксперт в области виртуальной реальности, поделился своим мнением о различных аспектах VR и будущем этой технологии в подкасте Boss to the Future с CTO компании Meta Эндрю Босвортом. Кармак считает, что компаниям следует сфокусироваться на том, что действительно беспокоят пользователей и на том, что они действительно хотят. Он также упомянул пример с Echo VR, когда решение сделать что-то плохое для 20 тысяч пользователей ради общего блага было неправильным. Кармак также подчеркнул важность сохранения игр, включая мастер-сервер Quake, который до сих пор стоит и работает в шкафу в ID Software. Кармак и Босворд упомянули идею «голопалубы» из «Звёздного пути», которая позволяет создавать мир вокруг человека по текстовому описанию. Они отметили, что теоретически это уже возможно, и новые нейросети могут помочь в этом процессе. Они также упомянули, что классические методы машинного обучения не могут воспроизвести мир по его записи, но сейчас это может быть возможно благодаря нейросетевым моделям NERV. Однако из-за неполноты записи виртуального мира это пока не слишком полезно в настоящее время. Кармак выразил свою точку зрения относительно будущего VR-железа. По его мнению, оно должно быть комфортным, дешёвым и доступным, подобно телефону. Однако он отметил, что ждать новых магических технологий, чтобы VR-железо могло заменить телефон, не нужно. Кармак подчеркнул, что одной из основных проблем устройств является скорость начала использования. Если бы телефон требовал настройки Guardian, при каждом его доставании из кармана, или контроллеры просыпались бы с задержкой, то меньше людей пользовались бы ими. По мнению Кармака, ПО-устройство должно быть мгновенным и доступным, как часы, на которые можно всегда взглянуть. Кармак считает, что успешные игры виртуальной реальности строятся вокруг геймплея, а не сложного сюжета. Он верит в будущее VR, где оно заменит все экраны компьютера и предоставит новые возможности в различных областях. Ранее глава Мета Марк Цукерберг объявил о новом направлении компании, искусственном интеллекте и нейросетях для создания контента. СТО компании Эндрю Босфорд подтвердил, что некоторые передовые технологии искусственного интеллекта будут коммерциализированы в этом году для создания рекламы и увеличения продаж. Уже сейчас искусственный интеллект может улучшать изображения для рекламы и создавать коллажи, вызывающие наибольший отклик у зрителей. Мета стремится создавать индивидуальные изображения для каждого зрителя рекламы. В будущем Мета хочет пойти дальше и применить эти технологии в метавселенной для создания трехмерных миров на основе текстовых описаний. Финансовое агентство Piper Sandler опубликовало отчеты о финансовом состоянии американских подростков. Опрос показал, что 29% опрошенных ранее владели VR-гарнитурой, и только 4% из них ежедневно пользуются ею. 61% тех, кто не имел гарнитуры, не собирается ее покупать. Еженедельное использование VR-гарнитур осталось стабильным на уровне 14%. Аналитики Piper Sandler делают неожиданный вывод о медленном росте популярности VR и считают, что VR-устройства менее важны, чем телефоны, особенно в свете слухов о выпуске мифической гарнитуры Apple, которой, по мнению CNBC, будет тяжело набирать популярность при цене в 3000 долларов. Спустя месяц после официального анонса социальное VR-приложение VRChat получила новую открытую бета-версию, совместимую с основной веткой приложений. В ней была добавлена функция, обещанная в одном из последних обновлений, отслеживание взгляда на всех аватарах. Для использования этой функции больше не требуется модификация аватара, достаточно иметь VR-шлем с отслеживанием взгляда и включить эту опцию в настройках VR-чата. Старые аватары, правда, не смогут подмигивать, чтобы добавить поддержку подмигивания, пользователи могут загрузить аватар с новым SDK или использовать стороннюю систему отслеживания лица, которую можно будет сочетать с новым отслеживанием взгляда. Бета-версия VR-чат доступна уже сейчас, Quest Pro поддерживается нативно. Студия Hello Games выпустила обновление игры No Man's Sky под названием Interceptor. Помимо нового контента, повреждённые миры, повреждённые Сентинеллы и их собственные корабли. Обновление добавило несколько улучшений и исправлений для VR-режима. Проекторы рук и мультитула теперь можно перемещать в удобное положение. Добавлена настройка Flight Stick, а теперь движение стиков влево-вправо может управлять креном вместо рыскания. Режим строительства получил возможность переключения между отображением голограмм в зависимости от направления головы или руки. Игра также получила оптимизации памяти и качества картинки. Обновление уже доступно. Devolver Digital неожиданно объявил о выходе симулятора разрушения комнаты Горн для гарнитуры PSVR 2, а также сообщил, что эта версия станет бесплатным обновлением для владельцев оригинального PSVR. Кроме того, издатель отметил, что игра продалась уже в полтора миллиона копий, преодолев отметку в один миллион проданных копий почти два года назад. На PSVR 2 и MetaQuest 2 стал доступен Creed Rise to Glory Championship Edition. Оно включает в себя персонажей и локации из нового фильма Creed 3. Обновление до нового издания на Quest 2 будет бесплатным, в то время как обновление с версии под PSVR на версию под PSVR 2 будет стоить 20 долларов. Carbon Studio анонсировали новую игру для платформы MetaQuest 2 – Cryman Mercenary Tales. Игра с комикс-стилизированной графикой предлагает 8 историй, которые разворачиваются в 17 веке. Вас ждёт исследование различных локаций, таких как замки, храмы и кораблекрушения, решение головоломок и использование исторически точного оружия в кровавых сражениях. Релиз ожидается в мае. Разработчики Rackroom выпустили новый блокпост, посвящённый лицам обновлённых аватаров. В игре будут доступны настройки для бровей, глаз и носа. Игроки смогут выбирать форму бровей, регулировать их размер и положение. Для глаз предусмотрены готовые шаблоны и блики для более живого вида. Форму носа также можно будет выбрать из готовых пресетов. Цвет кожи на лице стал более глубоким, придающим румянец, и это даже отражается на ладонях. Все изменения основаны на отзывах игроков, чтобы лучше выразить себя через аватары. Студия Joyway анонсировала Dead Hook, свою интерпретацию Doom. За основу были взяты наработки из отменённой Outlier. Игра выйдет 18 мая для MetaQuest 2. А теперь Блиц новости. В Steam стал доступен Half-Life 2 VR-мод Episode 2. В сет-квесте для Quest 2 и Pika 4 стал доступен VR-порт Jedi Knight 2 Jedi Outquest. В Steam состоялся релиз survival-хоррор игры Agony VR. Была названа дата релиза Call of the Sea VR для платформы MetaQuest 2 13 апреля. Вышла публичная бета-версия VR-мода для Black Mesa. Ссылка на ролик с инструкцией по установке доступна в описании. VR-шлем, разработанный в чёрной мезе, вы сможете приобрести у нашего спонсора. Этот выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula AQ. Ссылка в описании. Вместе с Formula AQ мы планируем розыгрыш VR-шлема Pika 4 на 50 тысяч подписчиков. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, сколько раз в неделю шлемом пользуетесь вы. Увидимся в виртуальной реальности.